Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Димон и Пумба, и сегодня у нас интересный для нашего канала формат. Сегодня у нас будет интервью с учёным, мермекологом и в какой-то степени популяризатором мермекологии и мермекиперства Евгением Бурговым. Женя, привет! Дима, привет! Уважаемые зрители и слушатели, добрый день! Сегодня у нас интересное интервью именно с учёным, который занимается непосредственно наукой и мермекологией. О чём же эта наука, что она изучает, и с какими трудностями сталкиваются учёные в этой науке, мы постараемся разобраться. Ну и в конце подытожим, как же соотносятся мермекологи, мермекиперы и чем одни могут помочь и дополнить других. Женя, первый вопрос. Что же изучает мермекология и какие задачи стоят перед учёными-мермекологами? Ну, из названия науки понятно, что это наука о муравьях. Я бы мермекологию описал как междисциплинарную область, в основном биологическую, но в том числе включающую самые разные области знаний. Муравьи являются социальными животными, живут они семьями, и из-за этого в мермекологии есть специфические методы. Мермекологи изучают муравьёв с самых разных сторон. Есть, например, систематика муравьёв, фаунистика муравьёв, палеонтология. Я занимаюсь изучением поведения и социальных структур муравьёв. Есть множество других задач. Второй вопрос. Почему же именно муравьи? Чем они представляют такой особый интерес для изучения специалистов? Муравьи, повторюсь, насекомые социальные, поэтому это уникальный модельный объект для социобиологии. Кроме того, муравьи – это животные, имеющие огромную биомассу в природе и являющиеся важной частью наземных биоценозов. Например, в наших лесах муравьи часто являются защитниками леса. Рыжие лесные муравьи очень важны именно для защиты леса. Кроме того, муравьи – это уникальный модельный объект для других областей, например, для робототехники. Третий вопрос. Почему ты решил заняться именно муравьями и как пришёл к мермикологии? Если коротко, так исторически сложилось. Если чуть более подробно, то на втором курсе института я учился на специальности биология и химия и на втором курсе стал интересоваться наукой. Мой научный руководитель в университете Евгений Иванович Хлебосолов предложил мне сначала заниматься лягушками и их поведением. Но мне объект не очень понравился. Ну, просто так. Я даже не сильно задумывался о каких-то там перспективах карьерных. А через месяц, когда там моя активность снизилась, он предложил мне заняться муравьями. Как выяснилось, он договорился с Анатолием Александровичем Захаровым, чтобы я стал его учеником. Я поехал в Москву, стал консультироваться у Анатолия Александровича, чуть позже поступил в аспирантуру, уже закончил университет. Ну, так вот, опять же, удачно сложилось, что смог зачитать диссертацию и работаю по специальности. Модельный объект прекрасный, интересный для самых разных специалистов и для биологов, и не для биологов. Вот так сложилось. Расскажи поподробнее про Анатолия Александровича. Многие знают его как автора знаменитых книг и российского ученого. Ну, а ты расскажи про него как про научного руководителя. Анатолий Александрович Захаров – это выдающийся отечественный ученый. Действительно, это автор, например, такой замечательной книги, как «Муравей. Семья. Колония», которую очень многие знают. Она издавалась в Советском Союзе огромными тиражами. Анатолий Александрович разработал систему классификации социальных структур у муравьев. Это инициатор всероссийской исследовательской программы «Мониторинг муравьев формика», о которой, я надеюсь, мы поговорим чуть позже. И, к сожалению, Анатолий Александрович не так давно ушел от нас, но он оставил и своих учеников, и замечательные книги, замечательные статьи, с которыми можно ознакомиться и, в общем-то, таким образом, на самом деле, послушать его, фактически поговорить с ним. Что касается его работы как научного руководителя, он очень строгий научный руководитель. Собственно, я долго готовил работу, долго защищал, во многом потому, что Анатолий Александрович очень трепетно относился к тому материалу, который представляют его ученики на широкое обозрение. В результате я тоже стал трепетно относиться и к своим результатам, и к каким бы то ни было результатам, которые предоставляют мои коллеги. Очень полезный в работе навык. Пользуюсь регулярно и очень ему благодарен. Ну и завершающий вводный вопрос. Держат ли дома мермекологи муравьев? Зависит от задач, которые решает мермеколог. Не всегда мермекологи держат муравьев в лаборатории. Например, вот сейчас у нас в лаборатории у меня дома муравьев нет. Мы работаем с муравьями в живой природе. Тем не менее, вот как раз когда я только познакомился с Анатолием Александровичем, когда я поступил в аспирантуру, в лаборатории жили муравьи Диакама. Многие мермекологи держат муравьев дома. Для кого-то это хобби, для кого-то часть работы. Но и Анатолий Александрович Захаров, и Геннадий Михайлович Длузский учили нас содержать муравьев так, чтобы, ну скажем, муравьям не было плохо. Мермекологи обычно предоставляют муравьям большие арены, на которых они могут, условно говоря, развернуться, продемонстрировать какие-то интересные поведенческие свойства. Мы, например, кормили Диакам не только кормовыми культурами, сахарным сиропом, но приносили им свежие цветы, чтобы они могли попить нектара. Анатолий Александрович часто ставил на арены к муравьям какие-то объекты, с которыми муравьи могут повзаимодействовать, ну, чтобы было им поинтереснее. И мермекологи часто муравьев, содержащихся в лаборатории или дома, метят так, чтобы можно было индивидуально их различать. Ты упомянул в речи проект «Мониторинг муравьев рода Формика». Расскажи о нем поподробнее. Всероссийская исследовательская программа «Мониторинг муравьев Формика» направлена на изучение комплексов муравейников этого рода. Муравьи Формика – это выдающиеся муравьи России и сопредельных государств. Чуть более подробно про задачи программы. Одной из основных задач является создание базы данных по поселениям муравьев Формика на территории России. Важными задачами являются обнаружение поселений муравьев Формика и их картирование. В этом нам могут помочь и профессиональные ученые, и просто интересующиеся муравьями люди. В нашей группе ВКонтакте, которая называется «Муравьи Формика», можно найти методическое пособие, подготовленное коллективом авторов во главе с Анатолием Александровичем Захаровым. Называется оно как раз «Мониторинг муравьев Формика». Можно скачать. Ссылку на группу «Муравьи Формика» и телеграм-канал я оставлю в описании, они будут идти буквально первыми ссылками. Вы можете туда зайти и узнать, чем же вы можете помочь в изучении муравьев рода Формика. И действительно, как могут помочь обычные киперы, люди, интересующиеся муравьями, или просто неравнодушные этому научному проекту? В первую очередь, можно рассказать о муравейнике Формика или комплексе муравейников, о расположении и состоянии которых вы знаете. Во-первых, в нашей группе и в мермикологической литературе вы можете найти описание муравьев рода Формика, как их отличить от других муравьев. Если вы не собираетесь связывать свою научную работу с муравьями, но хотите нам помочь, то замечательной помощью будет просто сфотографировать муравейник, взять точку GPS и прислать эти данные нам. То есть, имеется в виду, что по наводке обычных граждан мы можем найти какие-то необычные, выдающиеся комплексы муравейников. Я, например, так обнаружил очень интересный комплекс Формика цинерея, песчаных муравьев, несколько интересных комплексов рыжих лесных муравьев и с радостью с ними работаю. Если будет интереснее, то можно рассказать чуть подробнее, какой там комплекс, сколько там муравейников. А если вы занимаетесь муравьями профессионально или хотите написать какую-то работу, то можете по методике мониторинг муравьев Формика подготовить работу, опубликовать ее и прикрепить к базе данных. Как иронизирует один мой коллега, 21 век – это век технологий, и в науке сейчас, пожалуй, наибольшее развитие получают те направления, в которых задействуются самые современные методы. Потому что это позволяет получать большие объемы данных в сжатые сроки. В мермекологии сейчас применяются методы МРТ, например, и для самих муравьев маленького масштаба, и для муравейников. Есть замечательная работа в лаборатории иностранные ученые. В небольшом объеме содержали семьи муравьев и делали периодически трехмерное сканирование. Таким образом, довольно точно описывали процесс строительства гнезда внутри маленького объема. При описании комплексов муравейников широкое распространение получает технология топографического фотосканирования. Когда при помощи беспилотного летательного аппарата, дрона, происходит картирование. Например, я при описании комплексов муравейников на открытых площадках раскладываю специальные метки, в моем случае цветные тарелочки на муравейнике. Запускаю дрон, произвожу фотосканирование. Далее при обработке на компьютере совмещаю эти фотографии, получается так называемый ортофотоплан, то есть фотосхема. Это очень сильно сокращает время полевой работы и позволяет получать большие объемы данных. Также мы предлагаем использовать для описания муравейников технологию фотосканирования. Она описана в моей публикации в сборнике недавно прошедшего Миромикологического симпозиума. Я думаю, сборник материалов симпозиума мы также прикрепим ссылочку на него в описании. Расскажи подробнее про этот метод, потому как я так понимаю, что и обычные люди тоже могут им пользоваться. Что же он из себя представляет и каким образом это помогает определить структуру муравейника? При описании муравейника неплохо иметь его объемное изображение. Как минимум, просто саму картинку поверхности, как максимум соответствующую действительности модель. В принципе, получить такую модель можно при помощи дорогостоящего оборудования, лазерных сканеров. Но есть гораздо более простые методы, для которых понадобятся специальные маркеры, которые можно просто распечатать на бумаге. И любой цифровой фотоаппарат или, например, смартфон с неплохой камерой. Сам принцип. На муравейник раскладываются маркеры. Далее мы делаем серию фотографий с разных сторон, под разными углами. То есть обходим муравейник по часовой или против часовой стрелки, делая последовательность фотографий так, чтобы они перекрывались между собой. Так, чтобы в поле зрения камеры попадало как минимум три маркера. И далее при обработке на компьютере мы можем получить трёхмерную модель поверхности. Несомненно, его возможности для визуализации муравейников. Ну, например, чтобы показать, какие повреждения муравейник получил. Например, при воздействии позвоночных животных или человека. Тоже, кстати, позвоночного животного. В этом году мы применяли этот метод для того, чтобы отследить рост нескольких муравейников, их строительство. Вот сейчас как раз обрабатываем данные. Очень скоро будет понятно, можно ли его применять для оценки изменения объёма гнезда. А также данный метод, вероятно, можно будет использовать, например, при раскопке муравейников для документирования самого процесса раскопки. Ну и последний вопрос про мониторинг муравьёв рода Формика. Куда же присылать материалы своих наблюдений, если я вдруг захочу изучить наши местные муравейники Формика Руфи Барбис или других Формик? Как мне заполнить анкету и куда послать свои результаты, если я хочу помочь проекту? Проконсультироваться по программе мониторинг муравьёв Формика можно в нашей группе и на телеграм-канале. Там вам могут подсказать, как правильнее выполнить те или иные действия, как правильно сфотографировать муравейник, как правильно описать комплекс муравейников, если вы хотите заняться научной работой всерьёз. И, собственно, там мы вам и расскажем, куда что отправлять. На самом деле данные можно переправлять любым удобным способом. Телеграм, контакт, электронная почта. Если в вашем регионе работает мермиколог, то наверняка по вашей интересной наводке он захочет съездить посмотреть, что же там такое, если он, конечно, об этом комплексе сам не знает. И если вам интересно самим заняться научной работой, то мы с радостью вас проконсультируем. Поговорим про науку. Как обстоят дела с отечественной мермикологией и что, в общем, происходит в мире с изучением муравьёв? Муравьёв на планете много. Около 15 тысяч видов. Исследуют их довольно интенсивно. Есть хорошие и отечественные, и мировые наработки. Опять же, есть некая специфика. Например, наверняка твоим подписчикам будет интересно обратить внимание на то, что в отечественной терминологии самок муравьёв называют самками. А, например, при переводе этого термина на английский язык используется термин queen. Но вот этот термин, например, мы считаем неудачным, поскольку он создаёт иллюзии о том, что вот эта особь, самка, она якобы является главной. Тем не менее, есть множество работ, посвящённых муравьям, выполненные учёными из разных стран, которые вносят большой вклад в науку, улучшают наше понимание муравьёв как таковых, позволяют эффективнее работать, в том числе внедрять знания о муравьях в другие смежные области. Поговорим ещё немного о гражданской науке. Чем мирмекиперства, содержание муравьёв в домашних условиях, может помочь учёным? Какое научное значение это имеет и имеет ли вообще? В том случае, если муравьи содержатся в плохих условиях, в маленьких гнёздах, на грани жизни и смерти, на самом деле муравьи довольно живучие. Не все, конечно, но очень многие. Поэтому содержать их так, чтобы они просто выжили, довольно просто. И если они содержатся в плохих условиях, то каких-то научных данных от них получить весьма проблематично. Тем не менее, если мирмекипер содержит муравьёв внимательно, в хороших условиях, то определённые данные по поведению, по структуре семьи, например, по времени развития и выплода расплода, вполне может получить для себя, для своей научной работы или, если не жалко, может предоставить учёным. Вполне полезно, вполне интересно. Собственно, при содержании муравьёв в хороших условиях можно получить весьма неплохие научные результаты. Правда, всегда нужно делать поправку на то, что условия всё-таки искусственные. И переносить такие результаты на муравьёв, живущих в дикой природе, нужно с осторожностью. Мало кто знает, но мирмекология — это не только про то, чтобы работать в лаборатории. Я так понимаю, что ты полевой, в первую очередь, учёный. Расскажи, каково же это — работать в поле и в чём заключается в основном твоя работа. Я бы начал с того, что наука, в принципе, дело сложное, и полевая биология не исключение. Но здесь есть своя специфика, связанная, в первую очередь, с условиями работы. В принципе, в поле работать, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, тяжело. Мы в нашем коллективе зачастую работаем с опорой на какие-то стационары. То есть, есть возможность жить в более-менее нормальных условиях, с крышей над головой полноценной, иногда даже с горячей водой, правда, не всегда. Я часто выезжаю к комплексам муравейников, с которыми работаю на машине. Это оказывается выгодно и по времени, которое затрачивается на движение и на работу, и по самим условиям работы. То есть, у меня есть возможность нормально ночевать. Но такие возможности в полевой биологии есть далеко не всегда. Часто приходится учёным жить в палатках, в каких-то таких стеснённых в бытовом плане условиях. Но, тем не менее, это даёт возможность и наслаждаться природой, и получать, в общем-то, уникальные данные, которые зачастую невозможно получить в лаборатории. Вот даже в моей работе часто есть возможность взглянуть на родную природу Рязанского края под необычным углом в прямом смысле слова. Вот поскольку я использую квадрокоптер в своей работе, то те пейзажи, которые мне с детства кажутся обыденными, предстают часто передо мной крайне необычными и красивыми. С воздуха наши луга и особенно реки смотрятся очень необычно и красиво. Ну и последний вопрос касаемо обработки собранного в полях материала. Многие из наших зрителей часто спрашивают меня, где искать научную литературу по муравьям, в частности, муравьям, обитающих в моем регионе, в конкретно моей области, крае и так далее. И где искать определители по муравьям моей области, региона, края. Что посоветуешь начинающим юным или не совсем юным ученым, или просто любителям муравьев, которые хотят удостовериться в том, какой же вид муравьев они содержат. Что касается определителей. Для определения муравьев до рода замечательно работает определитель фауны СССР. Авторы именно раздела про муравьев Арнольди и Длузский. А для, например, определения муравьев рода формика определитель есть в нашей методичке мониторинг муравьев формик. Я предлагаю ссылку на раздел определителя СССР приложить в описании. Вообще, Женя работает в Курчатовском институте. И у обывателя может возникнуть вопрос, как это соотносится с мермекологией. Расскажи про то, чем вы занимаетесь в институте, как это связано с увлечением тобой муравьями, и какие интересные проекты, связанные с ними, вы разрабатываете. В Курчатовском институте я работаю, по-моему, уже 5 лет. Я просто не помню, сейчас уже есть 5 лет или нет. Но близко к тому. Собственно, с трудоустройством в Курчатовский институт во многом связана защита диссертации, поскольку мне была дана возможность заниматься ей в рабочее время. Это очень ценно. А что касается вопроса о том, вообще как это связано, да, действительно, самый распространённый вопрос, ну, когда со мной начинают общение. Я тружусь в лаборатории робототехники, а в робототехнике современной есть очень большой запрос на создание биоподобных систем. Ну, то есть, если грубо говорить, то подсмотреть в природе то или иное техническое решение. Например, для того, чтобы эффективно организовать группу роботов, можно посмотреть, как организовано сообщество муравьёв. И если ознакомиться с существующими научными работами, то можно найти очень большое количество работ, в основном на иностранных языках, связанных так или иначе с муравьями в робототехнике. Тем не менее, огромная часть из них, я бы сказал, что большая часть с муравьями связана только названием. Поэтому начальник лаборатории робототехники Курчатовского института заинтересовался созданием биологической группы внутри лаборатории, которая бы занималась созданием адекватных моделей поведения, моделей социальных структур насекомых для робототехники. И, ну, например, моделей муравьёв как таковых. У нас есть проект «Кибермуравейник», в котором как раз моделируется аналог семьи муравьёв. И есть проект шестиногу биоподобного робота. То есть разрабатывается робот, который морфологически и своим поведением подобен муравьям. Насколько вообще изучение поведения муравьёв помогает создавать роботизированных муравьёв? И насколько они реально отражают суть самого муравья? Насколько они похожи или, наоборот, не похожи на свой биологический прототип? Вопрос философский, очень правильный. Часто приходится как раз его и решать. Вот, например, при оценке тех или иных публикаций по биоинспирированной робототехнике. Дело в том, что часто наши коллеги робототехники, которые не изучают биологические работы, но пытаются описывать поведение муравьёв, они используют некие ложные описания, некие стереотипы. Например, наверняка вы знаете, что в курсе информатики есть такой оператор-кузнечик. Он условно скачет по числовой прямой, вперёд или назад. Обычно там вперёд на одно количество единиц, назад на другое. Ну, как-то обычно на кузнечиков реальных такие описания не переносят. А есть, например, такой же оператор-муравей, который двигается в двухмерном пространстве. Если два муравья сталкиваются, то они расходятся в разные стороны. Ну вот, такие условные операторы-муравьи, они действуют именно так. И часто инженеры, используя это описание, думают, что живые муравьи движутся так же. Вот во многих работах можно это встретить, однако понятно, что чаще всего как раз происходит наоборот. Это только один пример неточного описания, искажённого описания. Есть обратные эффекты. Например, если робототехники изучают поведение муравьёв по научным биологическим работам, то могут извлечь из них значительную пользу. Например, обратившись к системе разделения территории, например, у рыжих лесных муравьёв. Вот если описать совсем просто, рыжие лесные муравьи и конкретно их фуражиры конкурируют за территорию своего кормового участка, кормового участка семьи, разделяют её на индивидуальные поисковые участки. И молодой фуражир, только что приступающий к такой работе, он как бы выталкивается на периферию кормового участка. Он постепенно переходит всё ближе и ближе к гнезду, потому что фуражиры часто гибнут, кто-то выпадает, и наиболее привлекательны те индивидуальные поисковые участки, которые ближе к гнезду. И по мере своего взросления фуражир, если ему, конечно, повезёт, может подобраться к самому гнезду, сначала работать где-то в непосредственной близости от него, а потом перейти на купол муравейника и стать муравьём-наблюдателем. Это описывал во многих работах Анатолий Александрович Захаров. Вот если перенести этот принцип разделения территории на робототехнические системы, то получится система, которая, во-первых, совершенно естественным образом решает проблему разделения территории, а с другой стороны, при таком подходе появляется возможность сделать групповую робототехническую систему надёжной. Если из неё выпадает какой-то элемент, выпадает какой-то робот, который обследует конкретный индивидуальный поисковый участок, то она, опять же, совершенно естественным образом компенсирует функции выпавшего индивида. Таким образом, мы решаем задачу разделения функций между роботами при обследовании некой территории и замещения функций одних роботов другими роботами. Такая система получается гораздо более надёжной, чем, например, система с централизованным управлением. Также необходимо заметить, что такие работы по описанию системы индивидуальных поисковых участков, то есть общего вторичного деления территории для роботов, уже есть. Ну и завершающий, пожалуй, раздел нашего интервью. Что ты посоветуешь начинающим мерми-киперам, мерми-кологам и вообще людям, пытающимся связать своё будущее с изучением муравьёв? Главный совет – читайте хорошие книжки и в первую очередь обратите внимание на отечественные классические книги по муравьям. Я бы выделил работу Анатолия Александровича Захарова «Муравей. Семья. Колония» и книжку Длузского и Букина «Знакомьтесь. Муравьи». Для начала, по-моему, лучшие книги. Есть множество книг, статей, других публикаций Моряковского, Халифмана, Резниковой, других отечественных авторов, при помощи которых вы можете познакомиться с отечественной мерми-кологической терминологией и с очень хорошими данными по структуре сообществ, поведению муравьёв, которые не всегда хорошо отражены в иностранной литературе или на мирмекиперских сайтах. И ещё раз обращаю ваше внимание, что, как завещал Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Если держите муравьёв, постарайтесь создать для них хорошие условия. Ну и давай ещё раз порекомендуем нашим зрителям проекты, в которых ты принимаешь непосредственное участие. И, конечно, оставим ссылки на них в описании к этому видео. Ещё раз обращаю ваше внимание на группу ВКонтакте «Муравьи и Формика» и одноимённый Телеграм-канал. Подписывайтесь. Мы регулярно, пока ещё не так часто, но, надеюсь, частоту в скором времени увеличим. Выкладываем небольшие публикации по муравьям Формика и тем муравьям, с которыми они живут в природе. Вообще мермекологические публикации. Также можно обратить внимание на раздел в группе ВКонтакте «Литература». Туда мы выкладываем сборники всесоюзных и всероссийских мермекологических симпозиумов, тематические, то есть мермекологические номера журналов и некоторые другие интересные публикации по муравьям, которые можем выложить. Также в группе ВКонтакте есть фотоальбомы, в которых фотографии муравьёв Формика, их муравейников. Вот эти конкретные муравьи определены. В учебных работах можно использовать эти фотографии, не спрашивая у авторов. Если вы хотите использовать эти фотографии в каких-то научных публикациях, то просьба написать нам в группе вам, скорее всего, одобрит такую публикацию и сможете тоже её использовать. Друзья, пожалуй, на этом всё, но есть один нюанс. Дело в том, что мы с Женей решили провести стрим и ответить на все возникшие к интервью вопросы. Поэтому обязательно задавайте их в комментариях. Мы их все прочтём, отберём самые интересные и самые необычные и с удовольствием ответим на них в следующую субботу на стриме, который пройдёт на нашем канале. Да, стрим — это очень интересно, для меня необычно. Буду с нетерпением ждать, задавайте вопросы. Ну а на сегодня всё. С вами был Димон и Пумба и Евгений Бургов. До следующих новых видео на нашем канале. Пока.